Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Головинский Дмитрий, и это должен был быть видеоролик о моем выступлении. Но, так как я впервые за всю свою жимовую карьеру заканчиваю соревнования с нулевой оценкой, это будет ролик, собственно, о том, как я получил нулевую оценку и с чем это связано. Собственно, поехали! Все по порядку, погнали! Итак, что же за соревнования? На прошедших выходных, точнее, вчера, были соревнования в городе Николаев «Залезная нация». Организатор соревнований, мой хороший друг Вадим Маринич, меня на эти соревнования пригласил, и я знал, что Вадим сделает все усилия для того, чтобы турнир получился качественный, хороший, запоминающийся, и, в общем-то, он это и делает. Но дело в том, что соревнования – это не только один организатор. Проводили соревнования под гидой Федерации UPC, президент которой Воробей Богдан. И я уже тогда знал, что, ну, UPC Федерация, ну, такая немножко гаденькая, потому что они мне немножко проебали мозги сертификатом, мы с ними немножко поскандалили, и я понимал, что ко мне, скорее всего, будет предвзято немножечко отношение. Однако, вот на этот счет я, как выяснилось, ошибся, потому что все-таки казусы и такие неурядицы со стороны судейства, откровенно наглое судейство, откровенно заслуживание, как оказалось, за последний день, даже меньше, чем сутки прошли. Норма Федерации UPC, о чем мы сегодня и поговорим. Итак, мое выступление. Я приезжаю, все отлично, я разминаюсь, выхожу на помост, первый подход. Я заявлен в одноповторный жим, классический, и в многоповторный. Естественно, без экипировка, вес на взвешивание – 139 500. Я выхожу на первый подход, и мне его не засчитывают. Так как я знал упомянутую особенность Федерации UPC, скажем так, это одна из худших федераций на Украине с позиции отношений к спортсменам. То есть спортсменов считают за говно, откровенно заслуживают, что мне уже многие говорили, призывали не ехать, но я все-таки не смог удержаться, меня пригласили на эти соревнования, и тот факт, что меня пригласили все-таки, где-то обнадеживал меня, и я вот думал, что все-таки не опустятся люди до такой наглости, чтобы прямо вот так вот в открытую меня заслуживать. Но все же, все же, да, было ощущение осторожности, и я предусмотрительно поставил камеру на штатив, чтобы полностью захватывать все судейские аспекты, чтобы иметь возможность качественно подавать апелляцию. Первый подход – 270. Как это было? Смотрим. Итак, дорогие друзья, вот видно, я выхожу на помост. По правилам данной федерации, имеют место три команды – старт, пресс и рэк, ягодицы должны быть прижаты, атлет должен слушать команды судьи. В общем, все относительно стандартно. Смотрим. Вы можете довольно справедливо отметить, что, в общем-то, ничего не видно. Давайте посмотрим с другого ракурса. Для того, чтобы было понятно вообще все, и не было вообще никаких вопросов, давайте посмотрим еще раз замедление. Видно, что таз двигается, но отрыва нет. И даже вот здесь, когда судья закрыл головой, видно, что движения паха вверх нету, соответственно, подход должен быть защитным. Мне приятно осознавать, что, в общем-то, зрители, да, были всецело на моей стороне, и мне потом скинули много других видео, где четко видно все то, что подход технически был невероятно чист, был выполнен безукоризненно, очень легко, и судьи абсолютно неправомерно вынесли свое решение. Значит, видно, что абсолютно неправомерное решение судейской коллеги. И ошибки у судейства бывают. Мне много спортсменов писало на предмет того, что вот в UPC их заслуживают, и это, в общем-то, ну, скажем так, не самое страшное, да. Бывают ошибки. Я отнесся совершенно ровно в таком решении судей. Взял спокойно камеры и начал пересматривать, где же я совершил ошибку. То есть, первая мысль моя, я, наверное, накосячил, нужно понять, в чем проблема. Первые 270 не зачет, два боковых судей зажгли красный огонь. Я разбираюсь, в чем же причина, почему мне не засчитали. И вижу, что все, в общем-то, классно. Все хорошо. Проблем нет. Причина незачета для меня не очевидна. И я подаю протест, без криков, без ничего, просто объявляю протест, подхожу к судям и прошу их рассмотреть видеозапись. Судьи смотрят и говорят мне следующее, что отрыв был, что видеозапись для них не является достаточным доказательством, отрыв был, и решения они свои менять не будут, и дополнительный подход мне предоставлен не будет. Выслушав все это, я принимаю решение сняться с соревнований немедленно. Пошел на принцип, дорогие друзья, потому что так нельзя. Ну вот нельзя-то. Это, на мой взгляд, высшая степень цинизма, потому что мы, спортсмены, вкладываем в подготовку кровь, пот, силы, деньги. Время. Мы едем на соревнования, мы приезжаем сюда, платим деньги. В альтернативных федерациях деньги немалые. Это не АПФ, где берут копейки. Мы платим деньги для того, чтобы нас качественно, адекватно посудили. Что же мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге вот такую вот ситуацию. Я сперва даже не планировал, признаться, записывать вот подобное видео. Я думал, что, ну, ну вот, я поступил, в общем-то, красиво, и многие одобрили мой шаг с тем, что я сразу же снялся, сказал спокойно, мы снимаемся, дождался завершения соревнований, уехал домой. При этом ни с кем не скандалил, никого там не посылал, ни с кем не ругался. Все. Я выложил видео в Инстаграм и объяснил причины, да, собственно, своего такого решения, и сказал, что вот так и так, вот так вот дело получилось. И вот тут началось самое интересное. Мне написало громадное количество людей с тем, что в UPC, это федерация пауллифтинга, одна из альтернативных федераций Украины, где президентом является Богдан Воробей, такая штука норма. И что, дескать, нет, Димончик, это не к тебе предвзято относится. Это повседневное, повсеместное явление, в том числе на международных стартах. Это очень бы вообще интересно что-то узнать. Давайте разбираться. Собственно, что же мне пишут в Инстаграм другие спортсмены? Я, значит, друзья, я закрашиваю имена людей, да, но если у вас будет сомнение относительно того, что это фейки, напишите мне в личку, я, собственно, вам перешлю со скриншотами, со всеми подробностями, потому что я не хочу, чтобы людей просто, чтобы людям дали дисквал за то, что они меня на данной ситуации поддерживают. Потому что такое, увы, было место в UPC тоже. Итак, первый человек. Особенно большой контраст их судейство в приседании, когда на помост выходят спортсмены федерации. Им за счет явно не до седа, от остальных требуется глубина а-ля ТА присед. Замечательно. Второй комментарий. Меня спрашивают, а чего ноу-лифт? Я пишу, а дальше в сторис. А дальше в сторис, собственно, я объясняю, да, вот, как все было. Ну, человек пишет, уже гляну, да, есть видео и говорит, что отрыв таза умно. Я пишу, высшая степень самоверенности. Мне отвечают, что высшая степень долбоебов. Действительно, вы знаете, вот вопиющий факт. Действительно. Ты показываешь людям видео, где все по правилам, а люди после этого тебе говорят, нет, нихуя. Мы не засчитали, мы решение не будем менять. Балетову отрыв был, а ты слепой. И техника у тебя какая-то подъемная. Вот. Я не знаю, что здесь комментировать. На мой взгляд, вот я снялся, я мог бы продолжить выступление. 270 вылетели отлично, форма была, ну, там, 90-95 точно были бы. Я мог бы продолжить выступление. Но в таких зашкламных условиях зачем? Понимаете? А вот будь на моем месте другой спортсмен, у которого сейчас не предстоит целая череда стартов, понимаете? Который поставил на кон все, приехал соревноваться. Вот с этих позиций можно сказать, что жалко и можно понять человека, да, особенно если есть негодование и вот такой вот негатив. Вот другой человек мне пишет, Дмитрий, ты охрененный человек спортсмен, джин был идеален и в рамках всех правил, приезжай на следующий год к нам в Россию на ВРПФ. Я пишу, здравствуйте, спасибо за поддержку, постараюсь. Вы знаете, вот касаемо ВРПФ, вот я два раза ездил в Россию на ВРПФ. Прямо скажем, у вот моей страны, у Украины, с Россией сейчас в последнее время отношения очень непонятные, натянутые. И мне многие говорили, особенно в последнее время на стримах и подобное, что меня братья из Украины не поймут, если я поеду в Россию. Но вот я выступаю на Украине у себя дома, где меня судят украинцы. Охрененно меня посадили. Замечательно. На ровном месте, вот так вот, абсолютно на ровном месте. Ноу лифта, иди домой. И высший цинизм при рассмотрении апелляции и нежелании идти на встречу, нежелании решать проблему. Вот так меня, браты украинцы, посуды на цигнаниях. Идем дальше. Дмитрий, в точку сказали про UPC. Много спортсменов ушли оттуда из-за их судейства. Вот, я спрашиваю, конечно же, я у всех поинтересовался, можно ли выложить скрин. Дальше мне человек приводит видео, где все четко, его засадили. Точно так же, как и меня. Вот. И таких видео мне прилетело достаточно много. Но я уже сейчас, вы знаете, я пишу это видео вот так вот на скорую руку. Вот. Чтобы просто, знаете, вот, по ходу событий, вот так вот на горячую все рассказать. И, собственно, инстаграма вытягивать уже не стал. Вот. Привожу просто точку зрения. Вот другой человек пишет. В шоте. Часто там выступал, тоже было багато нюансов. Но это уже взагалі пиздец. Сам дуже добре знаю всех судей в ЕПСІ. И якось мені сказав один з суддів, якщо я захочу доебатися до спортсмена, я це зроблю. Це реально вже переходит в сім межі. Ну, вот видите, вот есть такая вот психологія у некоторых людей. Такі вот мини-царьки. Люди, обладая мнимою властью, ну, это часто встречается, не только в спорте. Обладая мнимою властью, вони надевають корону і починають всіх срубити. Да, зі своєго плеча. Вони чуствують такий прилив значимости к своєй персоне. І вони думають, що їм все можна. Наскільки я помню, з багато численних комментариев, які мені написали, судьи в ЕПСІ ведуться біна так. А я, децілильно, виборку зробив, на скорую руку, щоб показати, якщо там меєть місце бути відношення. Вот інтересні вещи пишет чоловік. І при цьому своїм підсосом защиту. Та не зашкварились вже нескільки лет, як? Не понимаю, чого вообще так не поехав. Вот інтересний факт, мене позвали выступати, мене пригласили. Представляете? Мене пригласили. Дескать, Димончик приїхати выступи. Я приїхав. Замечательно. Ну, действительно, мене позвал Вадим Маринич. К Вадиму Мариничу у мене вопросов нет. Судив не він. Да, у них давно уже судейский пипец. Костенко Педрило Редкий. Не знаю, кто такой Костенко. Ну, собственно, дорогой Костенко про вас пишут, что Педрило Редкий. Своим подбив считает, остальных валит. Я вообще молчу, когда года три назад Воробей тянул сосалку одного нардепа. Так всех девок слили, чтобы она выиграла, причем слили вообще в тупую. Ну, Воробей это президент Федерации. Тянул сосалку одного нардепа. Вы же знаете, как у нас на Украине любят нардепов и их сосалок? Богдан, над чем такое делать? Ну, мы еще, да, обстоятельно поэтому на этот счет поговорим. Вот другой человек пишет, тебе минуты, судейство, ягодицы прижаты, все четко. Однажды водил своих спортсменов в этой Федерации, тоже поразило судейство. Как будто с улицы судьи взяли, необоснованно на улифт давали. Вот знаете, непонятно все-таки это крайняя степень некомпетентности, но ты же подходишь, ты им говоришь, что все нормально. Они тебе не называют норму правила, они просто говорят, таз оторван, ты покажешь, таз прижат, нет, таз оторван. Очень странно. Я вот только на тех выходных выступил у них на чемпионате мира, желание выступать вообще пропало. Я пишу, тоже судили гадкам. В целом все по-гнилому, начиная с запрета перезвеситься, по ходу соревнований много мелких косяков с неправильной высотой и весом. Ну и свидетельство, само собой. Это был чемпионат мира. Вот человек просто, да, люди увидели, а то, для того, что я пишу в сторис, да, такие вот вещи, начали сразу же выкладывать мою поддержку посты, за что большое спасибо, друзья. Я очень ценю вашу поддержку, действительно. Понимаете, здесь даже не столько важно то, что меня лично засудили. Я снялся, забыл, у меня через неделю еще соревнования. Я поеду на нормальной федерации. Нормальной федерации у нас на углении много. Понимаете, много. Есть судейские ошибки, везде есть, но к людям относятся все-таки не как к говну. Если дается непровержимое доказательство, обычно идут на встречу, дают или как минимум еще подход, или все-таки, да, принимают решение в пользу спортсменов. Вот у меня предстоят соревнования у Вадима Кацаги на ВПА. Прекрасная федерация. Никогда не слышал такого говнища, как вот на предмет ЮПС. Я уже выступал много лет на ВПЦ. Всегда всем идут на встречу. Да, бывают спорные решения, но они пытаются решать. Вот так вот не посылают тебя на три буквы молча. Говорят, ты все сделал правильно. Ты приехал выступать. Понимаете? Вот. ВПУ я в замечательной федерации. Также мне предстоит соревнование. Вот три вам федерации прекрасного, да, на которых вы можете обращать свое внимание и на которые вы смело можете поехать всегда. Я вот хуйню совершил, поехал на ЮПС. Вот. Бывает тоже. Вот человек тоже пишет. Я извиняюсь за толерантное, за нетолерантное высказывание, но это пиздец. У меня несколько историй тоже есть связаны с судьями. Лично у меня не было того, что не засчитывали подход. Но были другие истории, а вот у других замечал предвзятые отношения. В данном случае здесь уже все края перешло, поскольку подход выполнен превосходно. Респектую и за твердую свою позицию. Большое спасибо за респект и подобное. Может возникнуть впечатление, что кого-то, наверное, протягивали. Не знаю, так ли это, но человек, который стал чемпионом, который выиграл абсолютное первенство, Бунчук Денис. Мы с ним в прекрасных отношениях. Мы с ним дружим, как и подобают хорошим спортсменам. Мы сопричаем на помосте и при этом всегда с улыбкой встречаем друг друга, жмем друг другу руки и желаем удачи. И я рад, что Денис хорошо выступил искренне рад. Денис пишет у себя в Инстаграме. Неоднозначное первое место в абсолютном зачете. Неоднозначное потому, что настоящий абсолютный победитель Дмитрий 88 ЛМС снялся с соревнований после первого своего подхода, который не был защитным решением судей. Кому интересно подобное, подписывайтесь на Диму, он скоро времени сам подобное расскажет. То есть Денис, занявший первое место, он не радуется тому, что меня слили. Он, наоборот, поддерживает меня и призывает всех ознакомиться с тем, что я, собственно, говорю. По-моему, это высшая степень солидарности. Единица, я не согласен, что ты пишешь здесь, что первое место не твое, а мое. Первое место именно твое. Ты все верно говоришь. Ты, точнее, ты все верно сделал. Ты вышел на помост, поднял. Это не твои проблемы. Это вот проблемы как раз судейства. Судьи лишили тебя заслуженной победы, да, вот, в том случае, если она могла быть. И, да, вот, моя ситуация, она, только моя, и она судьи. Ты же красавчик, ты молодец, я тебя от всей души поздравляю и считаю, что достойнейший спортсмен и от души тебе успехов в дальнейшем продвижении. И всегда я с тобой заодно, и если где-то могу помочь, то, конечно же, помогу. И большое спасибо еще раз за солидарность. Вот это важно. Когда один спортсмен поддерживает другого, видя несправедливость, мы не закрываем глаза, а пытаемся ее каким-то образом решить и поддержать правую сторону. Особенно, если она права на 100%. Здесь несомнительный какой-то подход. Здесь подход однозначный. А судьи ведут себя вот крайне нагло и некомпетентно. Вот, что пишет, собственно, Денис. И вот в завершение, как говорится, last but not least. Я связался со спортсменом, написал турецкому атлету. Дело в том, что неделю назад на UPC был чемпионат мира. Вот, блядь, такое ощущение, что они ничему, блядь, не учатся. Вот ничему вообще. Что произошло на чемпионате мира? Нагло подслуживали своим и нагло заслуживали турков, турецкую сборную. И вот, что мне пишет, собственно, да, турецкий спортсмен. Unfortunately, our IPF accredited referees, they say it is a very good lift, no problem at all. We have athletes completed over 40 times internationally, but we invented such thing for the first fucking time. It is said that our effort can be wasted easily. Sorry about your lift decision too. Ну, вот, вот ситуация. Начинаете мира, понимаете? Вот я выше говорил про то, что, да, вот меня, мои же соотечественники, да, охуенно вот так вот посудили. Спасибо большое. Но вот это же UPC умудряется у других спортсменов портить репутацию и имидж нашей страны и говорят после этого, что вот, да, они приехали на Украину выступать, их массово засудили. Заметьте, речь о всей команде. Далее, что происходит? Мне спортсмен приводит свое видео и пишет, что, да, я процитирую. Before that lift, I made another good lift, but they gave no lift. Then they said, sorry, it was a good lift, however, since once we said no lift, we cannot change the decision, but give you another attempt. Then I made this lift and they give no lift again. Ну, как бы. И в дополнение к ситуации на международном старте. Brother, there is more. My friend's squad opener was three and a thirty. He easily and fastly made it, but end of the end squad referee touched the bar for no reason and they gave fail after that because referee touched the bar. They said, all we can do is giving you another attempt. Then he made it three hundred and thirty again, very easy as to the grass depth, but referee said, I didn't see the depth because of the asparo, so fail again. И он мне дает ссылку на человека, собственно, да, и говорит, что при желании я могу получить любые видео. Я специально, вот, кстати, вот этого человека, да, я специально оставляю открытым, потому что это важно, это, блядь, международный случай. Люди не просто, вот я, да, с Крова Рога в Николаев приехал, а люди летели из его страны. Вот такую вот офигенную вещь делает наша прекрасная федерация UPC с тем, что валит не просто неугодных украинцев, да, а еще и атлетов из других стран. Понимаете? Ну вот. Вот такая вот интересная ситуация. Значит, в завершение, дорогие друзья, в завершение я тут много уже распинаюсь, и понятно, что меня крепко обмануло с этой хуйней. Ну вот. Такого быть не должно, что? Да, у нас есть IPF, где строгое жесткое судействие. Но это IPF, да, это федерация, которая, во-первых, там взносы копеечные, ну там взносов действительно нет, которая поддерживает спортсменов, которые прекрасно выступают на международной арене, вот недавно был чемпионат мира, и мы все видели, как выступили наши спортсмены. К IPF у меня претензий нет. Но если мы идем на альтернативную федерацию, платим денежки, там, чтобы мы выступили при нормальном судействии, нормальном оборудовании два, вот, и нам вот обеспечивают такую хуйню, вот, более того, да, крайний цинизм ситуации в том, что меня пригласили, а потом вот так вот зарубили жестко, это вообще из ряда вон. Естественно, я не сунусь после этого в UPC ни ногой. Если бы не было так столь массового обращения в мой адрес спортсменов, которые выступали в этой федерации и получили вот такой вот бан и баранку и подобное, вот, данного ролика бы тоже не было. Более того, друзья, мне очевидно, в том числе, как украинцу, что такие ребята нам не нужны. И будет еще один ролик. Это так, вот, знаете, сходу с пылу я записываю, чтобы просто описать ситуацию и дать ответ на предмет своего выступления. Но нужно планомерно пройтись по UPC, потому что люди действительно едут к ним и тратят свои деньги, время и силы, а получают на выходе вот то, что получают, то, о чем пишут многократно. Поэтому, друзья, если вас хреново посудили в UPC, если вы недовольны, если у вас есть отрицательный отзыв об их работе, пожалуйста, пишите мне в личку, давайте соберем хороший, разгромный материал и похороним эту самую UPC, чтобы они не портили наш имидж украинский на международной арене, чтобы они не ломали впечатление спортсменам от пауэрлифтинга, который прекрасный спорт, который должен сплочать людей, чему и был посвящен данный турнир. Залез на нации, организаторы, национальный корпус. Вот зря именно на этих соревнованиях подобное происходит. Вот зря. Потому что этот турнир должен сплочать, объединять, а не вот это вот все. Поэтому, друзья, наши общими усилиями мы должны сделать так, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы воробей со своей федерацией ушел в прошлое пауэрлифтинга и ситуация нашла свое закономерное разрешение. Есть много других федераций, достойнейших и прекрасных, где также бывают несогласны судейским решениям, однако это несогласие не имеет вот такой вот принципиальный характер, когда подход идеальный и его не засчитывают. Можно не засчитать спорный подход, но вот такой вот, если мы вот такие подходы не считаем, то какие же тогда считать? Понимаете? Вот в этом крайняя несправедливая ситуация. Поэтому, друзья, повторюсь еще раз, если вы посмотрели это видео, если вам ухота поддержать меня, пожалуйста, репост, поделитесь с друзьями, дайте предостережение, я уже многим, мне уже многие отписались, я уже многих многим ответил на предмет данной федерации, дайте предостережение вашим друзьям, и пожалуйста, если у кого-то есть отрицательный опыт, такой же, как у меня теперь, на предмет UPC, если у вас есть видео, если у вас есть примеры, если у вас есть просто накипевшие впечатления, пожалуйста, моя личка открыта, инстаграм, вконтакт, давайте соберем хороший материал и устроим этим ребятам сладкую жизнь, как они того и заслуживают. Всем пока, с вами был Дмитрий Головинский, напомню, у меня выступление через неделю, а затем еще через неделю, на двух стартах в федерации, которая все-таки имеет репутацию получше, чем обозначена сегодня, это ВПА Вадима Кацагий, а также федерация ВПУФ Сергея Олейника и Павла Сыченко, к которым я с удовольствием большим еду. И посмотрим, что я подниму, и думаю, реализованную, точнее форму, форму хорошая была, 270 полетели, нормально, думаю, форму я реализую обязательно на этих стартах. Всем пока, до новых встреч, увидимся, удачи!